Этот снимок вы не найдете ни в архивах НАСА, ни в Роскосмосе. То, что вы видите на фото, это уникальный кадр. Вход во внутреннее пространство Луны. Луна является ближайшим соседом Земли. Ее диаметр немногим больше четверти диаметра нашей планеты. Но что мы знаем о ней в действительности? И неужели Луна это искусственный объект? Тогда для чего его создали? И главный вопрос. Кто? Давайте разберемся. Всем привет. Наступил рассвет. Луна. Объект пристального внимания. О ней сказано и написано действительно много. Но до сих пор не ясно. Является ли Луна внутри полой или рукотворным телом? Согласитесь, вопросы интересные. Чем больше люди принимают участие в изучении Луны, тем больше вопросов о ней появляются. Сегодняшний ролик будет отличаться от всех обычных. Он будет именно на подумать. Ведь только посмотрев на всю картину целиком, можно сделать выводы о художнике. Почти полвека прошло с того времени, как на Луну высаживались американские астронавты миссии Аполлон. Вообще вопрос отдельный. Высаживались ли они на нее или нет? Но об этом мы еще поговорим. Что мы имеем по завершению программы? А то, что якобы Луна изучена и не представляет никакого боли интереса. Это официальное заключение НАСА. Теперь ученые изучают спутник Земли удаленно. Но лунно-аномальные явления так и не стали для нас ближе и понятней. Результат проведенного в 69-м опыта стал большой неожиданностью и весьма сильно озадачил ученых. Если не сказать, что это их напугало. Ведь нам всегда говорили, что Луна белая. Ну или на крайний случай желтая. Это доверили нам со школы и до института. Но фото якобы Луны поверхности на самом деле – постановка. Вопросом, какого цвета Луна, человечество интересовалось еще и издревле. Электромосковского планетария отвечал на этот вопрос так. Луну издревле связывали с серебром. Однако, очень чистый белый цвет Луна имеет лишь днем. Это объясняется тем, что рассеянным небом голубой свет добавляется к желтоватому свету самой Луны. И по мере же ослабления голубого цвета неба, после захода Солнца, она становится все более желтой и в какой-то момент чисто желтой. А затем, по окончанию сумерек, она снова становится желто-белой. Но даже несмотря на это, советские планетологи писали о коричневом цвете Луны. А под руководством Юрия Липского появился даже коричневый глобус. Но на американских снимках с миссии Аполлон мы видим лишь серую Луну. Не постановка ли это? Стоит понять, что один из самых эффективных способов контролирования людей это ограничение их восприятия возможного. И если запрограммировать восприятие возможного, сделать его узким и исключительным, то люди перестают верить в возможность существования чего-либо за рамками этого узкого спектра. И кажется, к чему эти слова? Мы привыкли жить в одной реальности. Но для многих эта реальность меняется свыше. Кажется, все, что связано с космосом и его легендами, относит нас только к иностранным исследователям, разные лунные компании НАСА и так далее. Но это далеко не так. Есть и русские исследователи, которые несли огромный вклад в исследование настоящей истории Луны и не только. Но, как ни удивительно, о них редко рассказывают. А о некоторых и вовсе стараются не упоминать. Один из таких исследователей является Николай Левашов. К его творчеству многие относятся по-разному. Но рассказать об этом человеке все же стоит. Кто же такой Левашов? Честно говоря, на этот вопрос однозначно нельзя ответить. Ни в какие привычные рамки не укладывается жизнь и работа этого невероятного человека. Конечно, проще простого обозначить обычные точки в его биографии. Родился в Кисловодске, учился в Харьковском университете, служил в армии и так далее. А после армии стал работать техническим инженером. Кажется, это обычная биография типичного советского гражданина. Только практически все эти сведения, ничего самого существенного, не говорят о человеке, о тех гигантских знаниях, которые он открыл современному человечеству. Надо сразу оговориться. Он никакой не мессии, не пророк, а просто обычный исследователь, который пытался рассказать правду. Теория Левашова исходит из того, что пространство неоднородно и изменчиво. Силуэты неоднородности имеют место взаимодействия пространства и материи, протекающие по определенным правилам, объективным законам. И понимание этих правил позволяет вполне логично объяснить возникновение планет, звезд, черных дыр и даже галактик. Вообще, Левашов тот самый человек, который пытался донести правду про наш народ, про нашу историю и наши заслуги. Ведь книги, содержащие правду о великом прошлом Руси, старательно уничтожались на протяжении многих тысяч лет. И так произошло с Левашовым. Поэтому я создал канал в Телеграме, посвященный его творчеству. Теперь я могу смело сказать, что он полностью наполнен и уже буквально скоро откроется. Мне потребовалась неделя, чтобы перечитать его книги, выделить информацию, изучить его выступления и все это собрать в один единый проект. Там действительно есть, что почитать. Хоть Левашова и устранили, но они забыли, что дело человека живет до тех пор, пока живет его творчество. Сейчас там мало подписчиков, но я знаю, что вместе мы едины. И поэтому ссылку на новый канал я оставлю в комментариях и в описании. Подписывайтесь. Но вернемся к Луне. Следуя теории Левашова, у нас в прошлом была не одна Луна, а целых три. Ведь задумывались ли вы, что в нашей Солнечной системе большинство планет имеют множество лун? Некоторые насчитывают более полутора сотен. Но наша планета, Земля, сейчас имеет только одну Луну, и правильное название которой – Месяц. Однако академик Николай Левашов сообщает в своих работах о том, что перед началом колонизации планета имела целых три спутника, три Луны. Лелю с периодом обращения вокруг Земли 7 суток, Фату с периодом вращения 13 суток и Месяц с периодом вращения 29,5 суток. Кажется, подобному просто невозможно найти объяснение. Но тому, что наша Земля в прошлом имела три Луны, подтверждение нашлось. С одной стороны, многие планеты нашей Солнечной системы имеют больше одного спутника, и мы никогда не видели в этом ничего необычного. Например, у Марса имеются две Луны, у Юпитера 67, у Сатурна 63, а у Рана 27 и так далее. И три Луны Земли на этом фоне не являются чем-то из ряда вон выходящим. И Николай Викторович дал и подробно объяснение причин, по которым наши предки пошли найти невероятные усилия, чтобы узнать больше о трех Лунах. Цитата. Создание древней расы колонии на Мидгард-Земле не было случайностью, а реализацией тайного плана по созданию новых качеств именно в людях, для возможности будущей победы над темными силами. Всякая абсурдность тут же исчезает, если предположить, что в нашей Мидгард-Земле существуют уникальные, единственные в нашей Вселенной условия для развития человека, как возможного творца. Создание древней расы колонии на Мидгард-Земле не было случайностью. Это все тайная реализация по созданию новых качеств именно в людях для возможности будущей победы над темными силами. И всякая абсурдность тут же исчезает, если предположить, что на нашей Земле существуют уникальные, единственные в нашей вселенной условия для развития человека. Получается, что наша планета Мидгард-Земля была создана для того, чтобы дать человеку все возможности, которые он имеет для общего развития. Левашов также научно объясняет наличие трех лун у Земли. Таким образом, три луны Мидгард-Земли обеспечивали оптимальный суточный цикл для развития разума. Все три луны находились на определенных околоземных орбитах. Естественно, размеры каждой из лун и их вес, ни всякого сомнения, создавали еще и определенную гравитационную аномалию. Другими словами, наличие у Земли трех лун создавало другие условия для жизни, другую гравитацию, другой климат. И с помощью лун древняя раса гравитационным влиянием добивалась определенной скорости вращения Земли и самой скорости вращения планеты. И таким образом, на нашей Земле был оптимальный суточный цикл, который позволял людям развиваться и становиться полубогами. Подтверждение этой на первый взгляд странной теории археологи недавно обнаружили странный предмет. В 1999-м в окрестностях немецкого города Небра был найден бронзовый диск с изображением части небесного свода. Эту находку окрестили небесным диском. Немецкие ученые определили, что диску около трех тысяч лет, а может и куда больше. И теперь они теряются в догадках, пытаясь определить функцию этого предмета. Но в конце концов, диску приписали функцию комплексных аснорамических часов, сочетающих солнечный и лунный календарь. Правда, они честно предупредили, что функция этих часов, по всей вероятности, была известна лишь какой-то небольшой группе. И между тем, если знать, что наша планета еще не так давно имела три Луны, то все быстро становится на свои места. И сразу становится понятно, что же изображено на данном диске. На нем изображена наша Земля, а не Солнце. И три ее спутника. Леля, Фата и Месяц. И какие выводы мы можем сделать от услышанного? Луна это самое ближайшее к нашей Земле небесное тело. И в различных древних мифах рассказывается о прилете разных существ именно с Луны. На глиняных табличках хетов и жителей Вавилона ранее указывалось прибытие бога Луны. В Китае и в Корее указывалось, что с Луны прилетали некие золотые яйца, с которых выходили лунные жители. Но самое странное упоминание у греков, когда с Луны упало странное существо в металлической шкуре, которое они назвали Немейским львом. И по преданию, его убил сам Геракл. Так кажется, откуда же могла появиться Луна? Ведь она имеет магнитосферу. А спутники, как известно, не имеют своей магнитосферы. Значит, Луна ранее была планетой или частью какой-то разрушенной системы. И все же, Луна уникальный объект в Солнечной системе. Но достоверно мы ничего не знаем о ней. И всю информацию остается искать по крупицам и самостоятельно. Но искать ее проще вместе. Поэтому не забывайте подписываться на телеграм в описании и поделитесь этим видео о Луне. Будем встречать рассвет вместе. Ведь рассвет не за горами. Всех благ.